Добрый вечер еще раз. Меня зовут Анна Горбачева, директор компании Арифлейм. До Арифлейм я была врачом и в принципе сейчас, конечно, я врач. То есть как военные никуда не деваются, так и врачами. А врач-кардиолог в настоящее время врач превентивной медицины. Так я позиционирую, потому что наш продукт позволяет заниматься именно превентивной медициной. Это профилактическая медицина. Вот на слайде вы видите, это моя жизнь до 2010 года. Я развивалась в направлении кардиохирургии. Я 16 лет проработала в детской кардиохирургии кардиологом. И вот этот слайд, который вы видите, это Марка Калис, кардиолог американский. Он у меня учил делать через пищеводное эхо. Вот там на фотографии внизу глава ребенка, ему делают операцию на сердце. И в это время кардиолог исследует сердце изнутри через пищевод, чтобы скорректировать, если вдруг что-то не так, какие-то действия хирурга. Причем дети оперировались абсолютно разного возраста, начиная с рождения, прям с нуля. Ну и, в общем, заканчивая 18 лет ребенок. И вот это все было со мной до 2010 года. Я закончила аспирантуру. И работала на трех работах. То есть это в кардиоцентре, еще подрабатывала в частной клинике и в медуниверситете. Это абсолютно нормально для людей, которые работают по найму. Это учителя обычно берут подработки, репетиторство. Вот врачи могут работать на нескольких мест работы. И вот на сегодняшний день я развиваюсь в нашем уже бизнесе. И звук есть или нет? Напишите мне, пожалуйста. Меня хорошо слышно? У меня есть звук. Спасибо. Спасибо. Вот. И на сегодняшний день я развиваюсь совсем в другой отрасли. То есть если хочешь сменить свою жизнь, да, смени дорогу, по которой идешь. В принципе, у меня так и получилось. У меня совсем другое направление в жизни, и чему я непрестанно рада. Так вот. Сегодня вебинар касаемо темы wellness. То есть первое, что я увидела, придя в компанию Reflame, это возможности бизнеса, то есть построения карьеры. И wellness продукт совершенно замечательный, потому что я попозже расскажу о нем. Его история растет, опять же, из кардиохирургии, в которой я проработала 16 лет. Только его создал взрослый кардиохирург, врач-трансплантолог Stix10. Но сегодняшний вебинар будет посвящен даже не сколько вот самому продукту wellness, сколько вообще в принципе BAD, потому что наш wellness относится к категории BAD, кто не знал, это биологически активные добавки. Не пугайтесь этого слова. В переводе с латыни это означает жизненно активные добавки. От слова жизнь. Вот, и сегодня вебинар называется «Прорыв wellness». Если кто не знает, то наш продукт является прорывом третьего тысячелетия. То есть в 20 веке это был интернет, это развивало здесь разные компании, да, Apple, Microsoft и так далее. То сегодня направление wellness индустрии – это тот же самый прорыв. И, ну не буду забегать вперед, давайте все по порядку. Зачем нам нужен wellness, то есть вообще BAD, ну или добавка к пище? Вот смотрите, какая статистика на сегодняшний день. На 2015 год в Европе 50% населения умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. В России этот процент составляет больше, 56%. Зато в Европе больше людей умирает от онкологии, зато в России меньше. Но в России, опять же, существует процент повышенной травмоопасности, да, и диабет, конечно, и в Европе тоже. В общем, заболеваемость растет. Она растет, и об этом, к сожалению, в СМИ не говорят. В СМИ говорят про другое. Ну, чтобы скрыть какую-то правду, да. На самом деле вот апокалипсис уже наступил. Я вот вчера заехала в мой любимый кардиоцентр к своим бывшим коллегам, и мне говорят, а ты знаешь, что сейчас апокалипсис? Я ничего им не ответила, к сожалению. Вот, но я-то знаю, да, и вот я говорю, что апокалипсис уже давно наступил, всемирный потоп. И вот статистика на 2014 год о сердечно-сосудистых заболеваниях умирает больше 70%. Это очень много. 90% смертей связаны с атеросклеротическими повреждениями. То есть считайте, что большинство причин смерти возникает от атеросклеротических изменений. А атеросклеротические изменения возникают напрямую от того, что мы едим. Вот вам и все объяснение, в принципе, на этом вебинар можно закончить. И так понятно, что нужно хорошо питаться. Ну ладно, это я шучу. На сегодняшний день менталитет питания очень сильно изменился. Да, и вот вы видите, как поменялся менталитет. Это знаменитая скульптура Аполлон, но он, конечно, не таким был создан скульптором, да, но на сегодняшний день таких Аполлонов очень много. Это связано непосредственно с тем, что у нас, в принципе, поменялось питание. То есть за миллион существований лет, да, планеты Земля, питание поменялось три раза, два раза всего. Первый раз это наступила сельскохозяйственная революция. Это когда научились делать пшеничную муку, ну и углеводы появились, да, сахар. И второе, это индустрия буквально сто лет назад, это культура быстрого питания, фастфудов. На сегодняшний день жизненный ритм очень большой, быстрый, вернее, все быстро очень меняется, и люди едят на бегу. То есть нет культуры питания, как было раньше, то есть накрывали столы, садились всей семьей, там и час посвящали этому занятию. На сегодняшний день все происходит очень быстро, например, вот Макдональдс у нас напротив находится, да, напротив офиса, и там постоянная машина веренится, люди едут мимо, заезжают, берут себе пропитание, так скажем, по-другому это не назовешь, и едут быстро дальше, перекусывая в машине. И такое, или кафе, да, когда быстро заходят, берут, например, суши, шопы везде по всему городу. И в результате этого происходит то, что вот изображено на этом слайде. Метаболизм. Это обмен веществ, ни для кого это не секрет, да. Так вот, атеросклеротические нарушения напрямую связаны с нарушением метаболизма. А теперь вдумайтесь, что 90% смертей происходит от атеросклеротических изменений, нарушения метаболизма. Следовательно, можно сделать вывод, да, что мы изначально с детства питаемся неправильно. Так вот, хочу теперь вас обрадовать, все в наших силах, все в наших руках. И мы счастливчики, можно сказать, поцелованы, потому что у нас есть возможность приобретать качественный, хороший продукт и избежать вот этих метаболических нарушений. Так что же такое метаболизм? Это катаболизм, анаболизм, распад, соответственно, синтез. Когда мы съедаем продукты, они разрушаются на мелкие-мелкие составные части, да. Это питательные вещества, которые поступают в клетки, они из клетки или строят, или не строят, одним словом. И вот переизбыток углеводов, с чем связана сегодняшняя революция, фастфудов, да, сельскохозяйственная революция. Именно избыток углеводов приводит к избытку инсулина. Это гормон, который снижает уровень сахара в крови. И возникает инсулино-резистентный синдром, то есть когда инсулин не способен снижать этот уровень сахара в крови, и сахар остается в крови. И в результате возникает нарушение жирового обмена, и человек набирает вес, наступает ожирение. Всем известное, да. Вот как раз видите на этом слайде показатель, гликемический индекс. Вот от этого показателя и происходит нарушение, вернее, если он превышает допустимую норму, да, и происходит нарушение метаболизма, и возникает инсулино-резистентный синдром. То есть гликемический индекс – это способ классификации пищевых продуктов, на основе которых это влияет на содержание сахара в крови. То есть если вы съедаете, например, булку с высоким гликемическим индексом, у вас происходит скачок сахара в крови, возникает повышение инсулина, инсулин снижает сахар, но инсулин, он не до бесконечности выделяется, да, поджелудочной железой. И клетки не до бесконечности могут принять в себя сахар, возникает такой момент, когда клетки говорят нам, вот, хватит уже сахара, и в результате сахар остается в крови, происходят воспалительные изменения или просто он повышается, да. Ну и отсюда возникает или повышение сахара, который приводит к сахарному диабету, или повышение веса, или повышение холестерина, ну, в общем, у кого какая генетическая предрасположенность уже. И вот, смотрите, очень легко определить для человека, да, померить объем талии. То есть, если талия у женщины больше 0,85, значит, у нее уже есть метаболический синдром, который приводит вот к вышеперечисленным заболеваниям. И смотрите, абдоминальный жир на сегодня рассматривается как отдельный орган. Этот орган вырабатывает фибринолитические вещества, которые сгущают кровь. И это все находится около портальной вены в печени, поступает все в кровоток. И когда повышается артериальное давление, человек идет к врачу, врач выписывает таблетку, а причина-то остается, то есть излишний вес и абдоминальный жир. И симптоматически артериальное давление снижается, а причина остается, кровь остается вот такой густой. В результате человек ходит по заколдованному пробу, сидит в поликлиниках, лечится в стационарах и так далее. Так вот, перейдем к самому главному нашего сегодняшнего вебинара, нужны ли нам БАДы. Ну я думаю, что большинство людей, которые присутствуют на сегодняшнем вебинаре, продвинутые в этом направлении, они скажут, что нужны. Но есть, наверное, новички, да, вот вы послушайте, что говорит Министерство здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, вообще наука. Здоровье и лечение человека официальной медициной и фармакологией в конце 20 века стоит очень дорого и малоэффективно. Гораздо дешевле и полезнее профилактика. Правильное питание, отдых, физические упражнения – это говорит нам Всемирная организация здравоохранения. И еще было обращение недавно от Министерства здравоохранения, Козловой некто, кто возглавляет финансовый отдел Министерства здравоохранения. И было официальное обращение, она говорила, граждане россияне, давайте обратим внимание на профилактику, потому что лечение на сегодняшний день очень дорогое. И государству не хватает средств, выделяемых на ваше лечение. Действительно, это так, работая в системе здравоохранения, еще тогда, там несколько лет назад, урезался бюджет на лечение. То есть, в чем это проявлялось? То есть, человек попадает в больницу, и по-хорошему его нужно лечить хорошими лекарствами, но в больнице нет хороших лекарств, потому что сократили бюджет. Его лечат тем, что есть в больнице, и даже если врач и хочет излечить пациента, это не всегда получается, не всегда зависит от врача. Со мной это было несколько раз, то есть, я хотела назначить ребенку после операции одно, но приходилось пользоваться совсем другим, а врачу запрещено говорить пациентам о том, что вот я бы вас лечил вот этим, но это нужно купить в аптеке, а это очередные деньги. То есть, сами понимаете, это расценивается порой не так. С самими пациентами возникают проблемы у самого же врача. То есть, он хотел сделать добро, а получилось совсем все наоборот. Поэтому, нужно говорить и разъяснять людям о том, что в нынешней ситуации, причем в ситуации кризиса, я думаю, еще больше будет сокращаться финансирование, человек должен заботиться о своем здоровье сам. И вот есть пресс-релиз, это Министерство здравоохранения, еще в 99-м году это было написано, ухудшение здоровья напрямую связано с питанием. Остро стоит проблема недостаточности витаминов и микронутриентов, недостаточно потребления пищевых волокон. Ну, кто у нас тут молодые мамы, да, знают, что кормление грудью это очень важно, но на сегодняшний день эта цифра сократилась. В Российской Федерации снизилось потребление животного белка, животных продуктов. В результате, среди различных групп населения появились и преобладают нарушения обмена веществ, болезни, связанные с недостаточностью питания, о которых мы говорили выше. И отсюда можно сделать уже вывод, да, но мы продолжим. Ожирение не показатель здоровья, не показатель достаточного питания, как было раньше. То есть раньше в Китае считалось, что если человек полный в Японии, да, значит он богатый. На сегодняшний день ситуация совсем изменилась. То есть если брать страну Америка, эти продолжительность жизни, кстати, достаточно высокая, там очень много, да, полных людей, именно тех людей, у которых нет средств покупать дорогую еду. Живая хорошая еда в Америке очень дорого, это я знаю, не понаслышке. У меня вот дочь два раза была в Америке, говорит, что био-еда стоит крайне дорого и достать ее, кстати, не так легко, представляете? Поэтому мы, кстати, счастливчики, что у нас есть еще хорошая здоровая еда, ее, в принципе, можно найти. Ожирение – это прежде всего защита от организма, да, вы уже прочитали от неблагоприятных факторов, которые приводят к нарушению обмена веществ и возникновения различных заболеваний, дистрессов и так далее. Это вызывает изменения, я тут вот обращу ваше особое внимание, в соединительной ткани. И дальше речь наша пойдет только о соединительной ткани. И БАДы напрямую влияют на соединительную ткань. Вот мы зачем пьем БАДы? Чтобы наша соединительная ткань была здорова. Опять пресс-релиз Министерства 1999 года. Серьезной проблемой остается недостаточность важнейших нутриентов, что сказалось на распространенности железодефицитных и ее дефицитных состояний. Да, у взрослых появились заболевания онкологические, нарушились антропометрические показатели у детей и подростков. Раньше было диковинкой, когда были полные дети, да, в школе на сегодняшний день вполне нормальное явление. То есть уже даже и никто не обращает внимания на то, что ребенок имеет излишний вес. И вот смотрите, есть такой лауреат Нобелевской премии. Нобелевский лауреат Мечников. И он делал исследование именно по процессам старения. И человек стар настолько, насколько стара его соединительная ткань. И теперь прошу особое ваше внимание, чтобы у вас в подсознании навсегда, на всю жизнь отложилось то, что на сегодняшний день без БАДов мы долго жить не будем. Известно, что жизнь человека зависит от скорости старения клеток и прежде всего клеток соединительной ткани. В ребенке до первого года жизни количество старых клеток, да, относительно всех остальных составляет 1%. У 10-летнего ребенка 10%, у 50-летнего человека 50%. Вот и считайте, сколько кому лет, и сколько у кого старых клеток. Это очень легко посчитать. И отсюда вытекает следующий момент. Если 15 лет назад в России пик здоровья был 25 лет, то сейчас 13-14 лет. Опять же, все происходит от питания. Одна форма соединительной тканой недостаточности, то есть соединительная ткань бывает разной абсолютно. Легкие – это соединительная ткань, почки – это соединительная ткань, сосуды – это соединительная ткань, кровь – это соединительная ткань. Однако форма соединительной тканой недостаточности ведет или к усыханию, так скажем, да, жесткой, высыхающей, или к набуханию, то есть человек разбухает соединительная ткань. Однако результат обоих состояния один и тот же – это разрушение ткани, разрушение всего организма. Вот, в принципе, так легко понять, это в зависимости уже от типа человека. И вот, соединительная ткань бывает совсем разная, да, абсолютно. Рыхлая, плотная, хрящевая, костная и вот кровь. А кровь – это наше, так сказать, все. И вот если вы помните, я говорила и я повторяла это слова с текстена о том, что когда мы встаем, наша кровь пустая, то есть пустая. И вот что мы с утра заложим в себя, так мы и будем весь день жить. Из тысячи больных лишь одного нельзя вылечить правильным питанием. Вздумайтесь, из тысячи лишь одного. Это сказал Махатма Ганди. Человеку ежедневно нужно 600 питательных веществ, а организм его производит всего лишь несколько десятков. То есть все остальное мы должны потреблять извне. Но, видите, химики делали исследование. 20 лет назад в салат был один состав, сейчас совсем другой. То есть на сегодняшний день качество продуктов питания оставляет желать лучшего. Еще в 1936 году в Конгрессе США рассматривался вопрос о деминерализации, деминетонизации почвы. Еще в 1936 году. На сегодняшний день прошло практически уже 100 лет. Я думаю, ситуация не осталась лучше. А если единственный тканый белок, то есть мы все состоим из белка. И причем из соединительно-тканого белка. Маленько забегу вперед. Так вот БАДы, эта функция БАДов состоит именно в том, чтобы строить этот белок. Главный лечебный механизм продуктов БАДов реализуется на 85% в соединительной тканной массе тела человека. Стимулируются главные соединительно-тканные клетки организма, стволовые клетки. О них вы уже знаете, да, слышали? Так вот, коллаген и эластин. У нас два белка соединительно-тканных. И вот от того, что мы едим, так и строится наш организм. Стабилизируется в работе клеточная мембрана, улучшается соединительно-тканный синтез белка. Соединительно-тканный белок более 50% общечеловеческого белка. То есть у нас есть замечательный продукт, да, потом вы попозже о нем узнаете, который непосредственно влияет на строительство соединительно-тканного белка. Половина из этого количества белка коллаген, а другой эластин. Фибриллярный, ферментный, он же там разделяется на разные подгруппы и другие, и другое. Так вот, БАДы и белок, да, вы видите здесь наш продукт. Так вот, БАДы корригируют клеточный и внеклеточный соединительно-тканный и общеорганизменный обмены. Особенно это важно в мозге, сердце, почках, печени, кишечнике, сосудах и иммунных органах. То есть почему сейчас заболеваемость растет, я в конце скажу, какая должна быть профилактика. Потому что люди недоедают белка, они плохо питаются. И какой у них иммунитет, какая защита, какая соединительная ткань. То есть попадает в организм вирус, и не все же, да, могут заболеть. Вот именно вдумайтесь, те, кто вот сейчас или болеет, или только переболел. Я знаю, такие люди тут есть. Вот, и обратите особое внимание на потребление именно коктейля. Вот чем чаще вы будете пить коктейль, то есть есть белка достаточное количество, тем ваш организм будет как такой щит. То есть вирус выпадает в организм, но вы не заболеваете, клетки не разрушаются, клетки остаются здоровыми. Наглядный пример это легкие сосуды связки. Они на 95% своей белковой массы представлены соединительно тканым белком, а эластином на 80%. То есть у нас есть непосредственные продукты, которые влияют на построение коллагена и эластина. Вы должны кушать, то есть прямо вот подсчитайте, сколько вы должны кушать белка в день. 1 грамм на килограмм массы тела, если человек здоров, и 2 грамма на килограмм массы тела, если человек не здоров. То есть обычно тому, кто хочет снизить вес, рекомендуется есть 2 грамма на килограмм массы тела. Вот мне сегодня звонила моя клиентка, как раз и спрашивала, в каком продукте белка она вела подсчет, сколько белка она съедает в день. Мне, кстати, очень было приятно, я недавно говорила на эту тему, и вот она мне позвонила. Следуя из этой концепции, БАДы не только продляют жизнь больным, но и улучшают ее качество. Представляете, продляют жизнь больным и улучшают ее качество. А что говорить о здоровых людях, да? Если здоровым тем более нужно это все пить, чтобы не заболеть. И вот существенно и позитивно влияет на течение раковых, среди сосудистых и инфекционных заболеваний. Постоянно слышу вопросы, и вам задают вопросы, можно ли пациентам с раком. Пить наш велнос. Когда я начала заниматься этой темой, я не могла однозначно ответить на этот вопрос. На сегодняшний день я говорю, безусловно, если это помогает здоровым людям, то особенно здоровое питание нужно больным людям. Наш продукт относится к категории здоровое питание. Это не лекарства, это не витамины, которые нужно пить сезонно. Наши продукты нужно пить постоянно, каждый день. Особенно тем людям, которые уже имеют какое-либо заболевание. И вот есть на сегодняшний день такие люди. И нам посчастливилось, что мы знаем этого человека. Этих людей очень мало на планете Земля. Вот Стикстен, доктор медицинских наук, завкаферикардиотеракальной хирургии, Лунский университет, Швеция. Он занялся этим вопросом еще давно, задумавшись о том, как же ему сделать так, чтобы его пациенты после операции выживали. И он напрямую занялся вопросами питания. Есть такая наука нутрициологии. То есть он подключил целую коллегию докторов, которые занимаются этой проблемой нутрициологии. И они разрабатывали продукт, который стал идеальным для тех пациентов. То есть когда его спросили, почему вы вдруг кинулись сами разрабатывать данный продукт, он сказал, что мы пересмотрели все предложения на рынке. И не нашли ничего подходящего нам. То есть ни один тот продукт, который был на рынке, даже в фармкомпаниях, не отвечал требованиям, которые они выдвигали. То есть он должен быть натуральный, 100% натуральный. Не просто натуральный, а 100% натуральный. Он должен быть биодоступный, то есть чтобы он легко поступал клеткам, потому что нужно было клеточное питание. Он должен содержать все 21 аминокислоту, то есть весь тот белок, который нужен человеку, все по максимуму, все 21 аминокислота должны в нем быть. Он должен содержать дополнительно омегу-3, потому что омега-3 – это препарат, который влияет на все. А это пациенты после сердечно-сосудистых заболеваний. Тем более им нужна омега-3. В общем, ответив всем этим критериям, они начали изобретать данный продукт. Очень бы хотелось, конечно, поехать туда и все это посмотреть своими глазами. Но это остается пока мечтой. И на сегодняшний день этот продукт доступен нам. Представляете, это, я считаю, просто уникальная вещь. Это такой вот прям бонус в жизни, что мы имеем доступ к такому уникальному продукту. И вот спустя 8 лет применения этого продукта в клинике получен очень шикарный результат. То есть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. Ну, то есть в послеоперационном периоде, да, и мало того, люди стали поправлять свое здоровье. То есть параллельно снижаться сахар, холестерин, артериальное давление, вес. Это уже шел как бонус. То есть мало того, что люди стали выживать, они еще начали улучшать свое здоровье. И этот продукт по части случайности попал к нам, да. Тут маленько вот картинки наехали. И начало развиваться определенное направление в медицине, в превентивной медицине. Да вообще, в принципе, понятие здоровья – это индустрия wellness. Использование сублимированных продуктов и БАП для повышения эффективности жизненных процессов. Маленькая картинка закрыла, я вам прочитаю. То есть на сегодняшний день индустрия wellness – это вообще отдельно стоящая индустрия. И если сейчас вы это поймете, начнете действовать в этом направлении, кто знает, может через 10 лет вы будете миллионером. Это вполне реально, об этом сейчас и говорят. Это как компьютерные технологии, про которые я уже говорила, да, люди на сегодняшний день – миллионеры. То же самое и здесь. И сейчас все больше и больше населения, наша страна находится в отстающих в этом направлении. Но я точно знаю, что в странах Америки, Европы, отчастично Азии, Японии, там индустрия wellness развивается бешенными темпами. И было выступление даже Йоки Оно, это жена Джона Леннона, если вы помните, да. Она, кстати, об этом и говорила, что она особое место уделяет этой категории продуктов, то есть у нее в рационе сплошной wellness, и она, ну не наш, наверное, да, свой. Но она с помощью этих продуктов надеется прожить до 200 лет, вот таким образом. Так вот, механизм действия наших продуктов таков, как вы уже поняли, он влияет чисто на соединительную ткань. То есть поймите, БАДы – это чистильщики, если по-русски сказать, соединительной ткани. Как вот, если вы мыслите образно, картинками, да, если вы съедаете плохой продукт и заедаете его омегой-3, идет уже, как вы знаете, умный распад, катаболизм, то есть продукты распадаются и идут в клетки. И когда в клетке есть недостаток питания, то есть есть дырка, грубо говоря, в мембране, вот к ним подходит вредный продукт, например, какой-нибудь консервант, который вы съели, омега-3. Вот если бы вы не съели омега-3, этот продукт проникнут в клетки. А так как вы съели омега-3, то омега встает на это место, и в результате неплохой продукт, да, проходит транзитом. Так вот, белок, это уже прочитали, синтезирует много-много процессов. Это гормоны, это защитные силы, это восстанавливает иммунитет, это строит клетки всех органов и систем, улучшает процесс обмена веществ, нутритивная поддержка всех органов, как я уже сказала, да. И вот особо нижний пункт – соединительная тканная направленность медицины будущего. То есть у нас в руках продукт медицины будущего. Пока об этом из наших врачей небольшая часть догадывается, но я думаю, что всему нужно свое время. Уже в ближайшие годы развитие фармаконтрецеологии принесет интересные результаты, сформирует новые представления и оригинальные концепции в медицине третьего тысячелетия. То есть у нас в руках продукт будущего тысячелетия. И недаром нам дали вот такую премию, да, премию как лучший продукт года, продукт здорового питания в нашей стране. То есть мы получили диплом как компания, лучшая компания-производитель категории БАД и витаминов на территории Российской Федерации. Этот продукт я имею в виду лучший. А вот компания Арифлэйм – лучшая компания-производитель данного продукта. За подписью, если вы тут увидите, директор НИИ питания, академик Российской Академии Медицинских Наук. Сейчас медицинских наук нет, сейчас просто Российская Академия Наук. Доктор медицинских наук, профессор Тутильян. Вот Тутильян, он работает вместе с Ольгой Николаевной Григориевной. Она сама об этом говорила. Когда приезжала, кому посчастливилось быть на ее семинаре, как раз она называла его фамилию. Вот этот человек подписал такую бумагу, собственноручно, что это лучший продукт и лучшая компания-производитель. То есть вы должны быть уверены в себе и уверены в нашем продукте. Абсолютно точно, никаких сомнений не должно быть, потому что я много вижу и слышу от уже лидеров, которые в компании давно, большие сомнения. А их быть не должно, вообще не должны сомневаться наши компании. И вот сегодня я для себя, вернее, себя поймала на мысли. Да, я врач, рассказываю про продукты, про профилактику, про велнос на клеточном уровне, там, как она влияет на клетки соединительной ткани. И как вы уже поняли, да, весь наш организм состоит из соединительной ткани. В чате напишите, пожалуйста, кому понятна, понятна ли идея вот этого велноса, продукта, эта идея, то, что мы состоим из соединительной ткани, и что наш велнос – это чистильщик нашей соединительной ткани. То есть он замещает всё вредное, то, что попадает в наш организм. Таким образом клетки не разрушаются, и мы остаёмся здоровы. Да? Понятно? Это здорово. Я когда сама вот увидела эту информацию, есть такая книжечка одна очень интересная, я, честно говоря, вот сама ещё больше вдохновилась этой идеей. Я теперь вижу результат. Я знаю точно, что есть люди, которые заболели, и выпили астексантин, допустим, как мы рекомендуем, 4-5 капсул, тот он болел, болел, пришёл врач, назначил антибиотик, человек лечится, вот так голова болеет, плохо себя чувствует. Я говорю, выпей-ка, пожалуйста, 5 капсул астексантин, увидишь, на следующий день тебе будет лучше. Звоню через день, голос уже бодрый. Я говорю, как, тебе же стало лучше? А мне говорят, да, мне стало гораздо лучше. То есть астексантин – это такой препарат уникальный. Сейчас идёт эпидемия, да, вы знаете, все пугаются, средства информации, что умерло уже 20 человек от гриппа. Да, честно говоря, это пугает, меня тоже пугает. И, ну, потом, бах, ловишь себя на мысли. То есть это стереотип срабатывает, что вот всех пугает, и я должна пугаться, да. А на самом деле у нас же есть великий инструмент астексантин, есть белок, коктейль, есть внутрикомплекс. И вот сегодня я прям проживала 5 капсул астексантина, перепугавшись. Думаю, надо увеличить дозу. Я просто сейчас вам советую всем в системе, как вы уже знаете, да, и поняли про наш бизнес, что результат приносит только работа в системе. То же самое и здесь. Никто не изменял этого закона, что результат вашему здоровью является, залог, вернее, секрет вашего здоровья является систематический приём wellness каждое утро. Вот смотрите, какая должна быть сегодня профилактика. Вот я натощак выпила омегу, выпила шейк коктейля, выпила wellness пэк, заела внутрикомплексом. Ну, это всё с едой. Потом я выпила коктейль, а потом я съела батончик, вернее, ещё съем. Съела суп, съела 5 капсул астексантина. Вы поняли, да? Вот сегодня этот wellness был в моей жизни. Кто сегодня не ел wellness, честно, напишите в чате. Вот забыл, там выпала из головы эта информация. Есть такие люди у нас на вебинаре, у нас сегодня сейчас 70 человек. Но только честно, пожалуйста, ничего страшного в этом нет. Ну вот, видите, вы забыли. Вот смотрите. Юля вообще не пробовала. Юля, ответь, пожалуйста, вот после сегодняшнего вебинара, который сейчас я информацию дала, «Захотелось приобрести wellness?» Вот кто не купил, вам захотелось wellness приобрести? Юля Сторожева, да, и Лёкина или Ейкина, извините, фамилию я не понимаю. Да, Наталья Кумаева, захотелось купить, да, wellness? Ну, здорово. Я рада хоть вот этот, сколько прошло, 35 минут, за эти 35 минут в нашей команде wellness прибыло, да? Ну да, те, кто ели, конечно, молодцы. Вот те, кто забыл и не выпил, понимаете, во всем нужна система, Марин. И вот вы в бизнесе работаете, нужна система. И чтобы быть здоровым, тоже нужна система, нужно каждый день. Причем сегодня нужно усилить, вот в вирусный период усилить wellness. Не бойтесь, можно до 6 капсул омеги пить, если вдруг. Если вы почувствовали, я просто почему выпила 5 капсул астаксантина? Я просто приехала на встречу со своим новым ключевым партнером, а ребенок температурил, 39 была температура у нее, и пришел педиатр, сказал, что у него грипп. И я, приехав в офис, еще вот выпила 5 капсул астаксантина. На всякий случай. Вот, поэтому, если вдруг вы встречаетесь, да, с вирусной инфекцией, или переутомились, или промокли, или замерзли, или понервничали, то можно дозу, как дозу, прием wellness повысить. И внутрикомплекс обязательно нужно пить. Кстати, внутрикомплексе есть такая кислота, лизин, цистеин. Вот Регина, если здесь не даст не соврать, она делала прям целую презентацию, она есть у нас на канале YouTube, проект Кулана Горбачева. Действия антиоксидантов читает Регина Капитонова. Вот зайдите на мой канал и посмотрите эту презентацию действия антиоксидантов. Так вот, Регина там говорила про то, что внутрикомплексе есть аминокислота, которая пожирает вирусы, поедает вирусы. То есть, если вы пьете внутрикомплекс, и в ваш организм вдруг залетает вирус, то вы частично защищены. Почему частично? Ну, потому что я не знаю, именно не могу со стопроцентной гарантией вам дать, что вы не заболеете, да. Но то, что может быть каких-то осложнений не будет, или вы тяжело не заболеете, или вообще не заболеете, вероятность гораздо больше. Вот, поэтому обязательно обращаю ваше внимание на внутрикомплекс. Кстати, в прошлом каталоге была на него акция, и я себе приобрела 4 упаковки со скидкой 25%. И вот сейчас я пью каждый день еще внутрикомплекс, именно с той целью, чтобы повысить свой иммунитет. Всем понятно, да, про внутрикомплекс? Что внутрикомплекс для волос и ногтей, это не внутрикомплекс именно для волос и ногтей, нет, это, конечно, для волос и ногтей. Но в первую очередь на сегодняшний день внутрикомплекс будет выполнять в защиту от вируса. Поэтому дополнительно приобретайте внутрикомплекс и будьте здоровы. Ну, я проговорила, да, про именно заболеваемость и как защититься от вирусных инфекций. Сейчас я договорю, выключу запись, и вы можете задавать вопросы. И вот выбирайте. На какой части картинки вам хотелось бы быть? С левой стороны это реаниматолог делает, учится, да, делать дефибрилляцию. Это все пациенты, которые проходят через руки кардиохирурга или онколога. Или с правой стороны квадрата, где счастливый, пожилой, красивый мужчина, да, его целует там правнук или внук. Ну, в общем, одним словом, я выбираю правую сторону квадрата. А вы какую? Ну, я думаю, да, все присутствующие, конечно, люди здравомыслящие и хотят долго жить и быть здоровыми. Поэтому мы выбираем правую сторону квадрата. А без велосипеда на сегодняшний день оставаться на правой стороне квадрата, как вы уже поняли из моего высшего доклада, тяжело. Я за здоровый выбор. То есть есть великий кардиохирург, еще Амосов, да, с экстендж, вообще норвежец он происходил по роду. А у нас есть Амосов, кардиохирург, который вел именно такой вот здоровый образ жизни. Он обливался, насколько я знаю, водой, вообще выходил в морозы, в общем, занимался своим здоровьем. Так вот, он сказал, что, к счастью, человек столь совершенен, что вернуть утраченное здоровье можно почти всегда. Вопрос только времени и усилий. Так вот, я всем вам желаю здоровья, но так же, как и в бизнесе, еще раз повторю, здоровью нужна определенная система и каждодневные действия, каждодневные усилия. То есть нужно время, усилия и, естественно, желание. И вы будете здоровы. Причем с нашим продуктом Wellness это будет гораздо легче. Просто не забывайте каждое утро принимать Wellness. Пить коктейли, витамины, антиоксиданты. Вот особый упор сделайте на антиоксиданты, особенно в настоящее время. Я выключаю запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!